Спасибо большое, Наталья. Так разрядила нашу обстановку. У нас накопилось много свидетельств. Я очень кратко хочу сказать. Я очень долго молилась за детей. Чтобы Господь им дал то, что им будет нравиться. Где у них будут классные друзья. Где они могут усовершиться. Совершенствовать себя. И где будет проявляться слава Божья. И у нас была такая... В Фейсбуке один раз я смотрела ленту. Видела красивую фотографию девочки. И там написано, что девочка ищет партнера по танцам. Я говорю, Леша, ну пошли. Он говорит, я не хочу. И так оказалась низком. Мы помолились с Александром. И договорились один раз. Сходить туда. И Алеша понравилась. У него уже новый партнер. У него болгарское гражданство. Ему очень нравится с ней заниматься. Их приглашают на турнир. А я ничего не знаю. Мне в эти даты нужно улетать. А мне говорят, ищите костюм, где хотите. Я ничего не понимаю в танцах. Но ты его туда послал. Мне нужна одежда. И мне звонит одна мама. И она по всей области. Включая даже Украину. Подобрала всю ему одежду. Тя подготовила всичките дрехи за него. Да, и это такое, для меня это такое чудо. И за мен това е голямо чудо. Что в тех областях, которых мы вообще не знаем. Че в областите, които дори не познаваме. Нам проще прийти к Господу. Че по-добрее да дойдем при Господу. Да, и в пятницу. В петок. Алеша показал, чему он там научился. Алеша показываше, какво я научил там. Ничего не дал снимать. Нищо не ми позволи да снимам. Но даже мне понравилось. Да, слава Богу. Следующее свидетельство. Следующее свидетельство. У нас, сейчас я так. Компания нас объявила, ну, бизнес, которым я работаю, объявила большое мероприятие в Таиланде. И бизнес в какой-то работе объявил гуляму мероприятие в Таиланде. Но нужно было сделать определенные условия. Но и требовала направила преодоление условия. Я говорю, Господь. Я уже так много всего сделала. Пусть меня просто пригласят туда. И я записала себе, что я хочу там просто, без всяких условий. И на следующий день я слышу, что мои коллеги уже работают над этим предложением. Вечер работают вверху этого предложения. Да, и американцы нас приглашают без всяких условий. И американцы не канят без условия. Проживание, нахождение в Бангкоке. Но мир они в Бангкоке. Но мне, оказывается, нужна виза. Но мне, оказывается, нужна виза. Я говорю, Господь. Я сказал, Господи. Я белорусская. Живу в Болгарии. Белорус, живее в Болгарии. Какое консульство Таиланда. Какое консульство на Таиланде. Но, слава Господу, Александр созвонился Софии. И слава на Господь, Александр освободил Софию. И там такая милая женщина. Саша говорит, как мама. Сказала, что надо сделать. Но единственный момент. Нужен был счет в банке. Который мы закрыли два года назад. Говори, Господь. Мы знаем, как чужденцам сложно открыть счет. А у меня дни для подачи истекают. Нам нужно сейчас. Мы идем в банк. Я вся трясусь. Она говорит, три дня на рассмотрение счета. Я не очень хорошо говорю по-болгарски. Но мои глаза все сказали. Я говорю, нет. У нас нету три дня. Она идет к колешке. Что-то там ей говорит. И потом нам открывают счет. Они находят нашу регистрацию. Двугодишный. И через 20 минут у нас счет открыт. Я говорю, Господь, это только ты. Слава Господу. Слава на Бог. Но это не все. Я все-таки, из-за того, что я так сильно боялась в банке, я все-таки заболела. Господь мне напомнил, что я дочь царя. Я вот сижу такая с заложенным носом, с соплями. Я сидя со запущенной носа, со сополи. Я говорю, дочь царя. Но мне очень важно закрыть месяц так, чтобы вся команда получила хороший результат. Максимальный результат. Ну, требует до затворя месяца цель экипы получать добрый результат в бизнесе. Ну, что надо делать? Ну, как вы, требует правильный. И тут я получаю сообщение. Что одна из моих бывших коллег. Говорит, что там, где я работаю, это уже все прошлый век. Нам не будет никогда хороших изменений, это все вообще. Я говорю, Господь, как? Ты меня поставил. Ты мне даешь видение. Ты мне даешь веру. А кто-то говорит, что это все плохо. Я говорю, что я могу сделать за три дня? Я уже не помню, что контента там было. Но Бог настолько говорил конкретно, что написать, куда написать, что сказать команде. И мы стали просто просить людей молиться за нас. Мы написали в церковный чат. Мы написали всем нам верующим друзьям. Что нам нужно явить славу Божью. Что мы сильная, мощная команда. И нам надо не только, чтобы кто-то один победил. Нам нужно, чтобы все победили. Потому что один — это, ну, окей, случайность. Но когда мы все победим, это будет реальная слава Божья. И мы стали делать определенный, как это сказать, промоушен. Это когда мы объявляем какой-то приз. Внутри команды мы объявляем, что вот кто сделает вот это, получит такой-то приз. Стали заинтересовать людей, чтобы они именно сейчас что-то начинали делать. Они все так оживились. Они говорят, вау, как круто, какая движуха пошла вокруг. И в первый день уже было такое, знаете, сейчас скажу, откровение было, где Господь говорил, что я победа твоя. Что Бог воюет за меня, это его победа. Утро начинает, да, сто процентов. Начинаю работать, начинаю общаться с людьми. Они начинают откликаться. Это, получается, первый день, когда мне сказали, что все плохо. Я начала работать, увидела движение. Второй день мы тоже очень хорошо сработали. И в начале третьего дня я проснулась со словами. Бог приготовил мне стол. Наведу у врагов. Чаша твоя полна. А для меня это значит, что то, что мы запланировали, оно вот наполнится. Вот то, что будет сделано. И мы начинаем действовать, работать. Объявляем еще один розыгрыш. То есть мы еще раз вкладываем свою команду. То есть мы как бы уже свой еще не полученный выигрыш уже делим. О, что не получили подарок, но го разделим помежду не вечи. И был такой момент, когда, ну, вообще ничего не получалось. А у меня сопли, нос, маска, марка. Я звоню одной коллежке. Она жена пастора. Давайте еще раз помолимся. Я читала Библию, и Господь показал мне через царя Соломона, что когда Давид уже плохо себя очень чувствовал, его старшие сыновья веселились и готовились, что вот-вот он уйдет. А Версавия переживала, что Соломон останется без трона. Версавия. Версавия. И Давид собрал пророков и все равно помазал Соломона. Несмотря на то, что другие не верили. Я говорю, Господь, ну так это же Соломон. Мне нужно, чтобы ты меня помазал. И мы помолились. И реально Господь послал такое помазание. Господь исправил такого помазания. Мы помолились за сердца людей. И люди стали отдавать свой товарооборот. Свои достижения в пользу тех людей, за выигрыш которого мы боролись все вместе. Да, вся команда была заинтересована, чтобы победило несколько человек. Которые могли показать силу и мощь всей нашей команды. И я дословно говорю, один мужчина писал. И я балбес. Но если я пообещал, то я должен сделать. Он живет в Германии. И он кучу продуктов заказал через вообще других людей нашей команды. Чтобы тому человеку поднялся товарооборот. И он мог получить награду. Дополнительно. И я просто была в таком драйве. Вся команда что-то пишет там в чатах. А Злата говорит. Мама говорит. Ты так много сегодня работаешь. Тебя, говорит, даже не было обеденного перерыва. Я говорю, доченька, мы скоро закончим. Завтра будет спокойней. Она говорит, не-не-не, мне нравится. Я тебе кушать буду приготовить. Я буду убираться. Все будет хорошо. Работай, ты работай. Я говорю, Господи, спасибо за детей, за команду, которая в семье. И мы не могли остановиться. Заказы шли, шли. И после девяти, и после десяти, и после одиннадцати. И всем, кому нужно было, грубо говоря, сто, было сделано сто двадцать. Если кто-то требовал направить сто, то и нас направили сто и двадцать. Господь давал со сбытком. И мы уже вообще ничего не понимали. Но мы понимали, что Господь сейчас действует. И я очень хочу вот воздать славу Господу. Поблагодарить церковь. Потому что в таких моментах я вообще не стесняюсь. Я говорю, Господь царствует. И это победа всей нашей церкви, всей нашей семьи духовной. Потому что Господь не может быть постыжен. Не может быть постыжен Господь. Если он нас стоит в каком-то месте, значит, у него есть план. И нам нужно уметь иногда, а лучше чаще, просить помощи у других. И треба да умеем, да молим за помощь от других. Поэтому спасибо Господу. Благодаря на Господь. Я тут и стояла, и стояла. Такой дух святой действует. Но спасибо большое. Я с удовольствием послушаю проповедь. Благодаря. Спасибо, Оля. Спасибо. Продолжение следует...